МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапы. Регион. В студии Ирина Меркурьева. Незаконная торговля на пляже поставлена ультиматум. Анапа встречает первый чартерный поезд. Завтра страна отмечает День России. Все летние кафе, насколько расколоченные на пляжах за несколько дней, должны быть сначала обесточены и отключены от водоснабжения, а затем снесены. В ситуации с несанкционированной торговлей никакое покровительство не поможет, поставил ультиматум глава Анапы Сергей Сергеев на совещании с руководителями контролирующих ведомств и ресурсоснабжающих предприятий. Вопрос незаконной торговли на пляжах каждый день поднимает в своих жалобах и обращениях жители Анапы. Глава города подчеркнул, нужны экстренные меры, и двойных стандартов он не примет. Если кто-то после сегодняшнего совещания будет считать, что ему либо им позволено отойти от той конвы и от тех требований федерального и регионального законодательства по поводу размещения торговых объектов, по поводу эксплуатации транспортных средств, если их можно так назвать, я говорю о квадроциклах, автомобилях на пляже, по поводу размещения и эксплуатации технических зон в неустановленных для этого местах. Уважаемые коллеги, жалеть никого не будет. Вот считайте сегодняшние наши разговоры, сегодняшнее мероприятие, последним китайским предупреждением. Независимо от ваших прошлых заслуг, и подчеркиваю, независимо от того, федерального вы подчинение, регионального вы подчинение, либо местного, найду рычаги на каждого. Специалисты Управления муниципального контроля провели мониторинг 24 километров пляжных территорий. Незаконный бизнес, как зараза, оккупировал Анапские пляжи за первую неделю июня. Этих коммерсантов в прошлом году кормила Олимпиада, сейчас они подались на заработки на берег Анапы и Геленджика. То, что касается объектов несанкционированной торговли, дорогие друзья, они как могут без электричества, без воды существовать? Вы посчитайте, 42 объекта, каждый из них в день 100 литров нечисто. Это я минимум беру 100 литров. 4 тонны ежедневно в бухту, в нашу бухту, где мы хотим иметь отсутствие комки, где мы хотим иметь чистое море и так далее. Мера должна быть одна – демонтаж. В кратчайшие сроки потребовал Сергеев. И с арендаторами разговор короткий. Что хотят делать? Пусть убираются с пляжа. А если у арендатора пляжа стоит кафе, и он будет мне рассказывать, это не мое, это меня заставили, это тут пришли с погонами или без погон. Попросили, купили, заставили. Все, до свидания. Убирай свои шезлонги, убирай спасательный пост. Агентств должен посмотреть на то, каким образом этот пляж существует. Вы думаете, что я просто так сказал месяц назад, что не будет торгов. Не будет. Следующий вторник – первый этап в наведении порядка на пляжах. Взяться должны все службы и покончить со стихийной торговлей. Завтра, 12 июня, мы отметим важный государственный праздник – День России. Во всех анапских школах и библиотеках сегодня прошли патриотические акции. Несмотря на каникулы, школьные дворы сегодня не пустуют. Дети и молодежь решили не пропускать праздничную дату и вместе с учителями подготовили разные мероприятия. Учащиеся второй школы устроили концерт под открытым небом. На учебу и на праздник все вместе. Больше трехсот мальчишек и девчонок собрались сегодня здесь. Под звуки гимна подняли флаг России, а в небо по сложившейся красивой традиции запустили шары. Уже стало хорошей традицией накануне самого главного праздника страны собирать в стенах библиотеки детскую аудиторию для разговора о родине. Центральная библиотека города не оставляет без внимания ни один праздник и старается приобщить к их истории посетителей разных возрастов. Накануне Дня России для ребят устроили настоящий познавательный экскурс для начала развлечения у входа в библиотеку, для всех желающих – аквагрим. Полезной стала информация о государственных символах России – флаге, гербе и гимне. Мария – частый гость в библиотеке и старается не пропускать интересные события. Мне очень интересны такие мероприятия, так как я патриот, пою патриотические песни. В основном я читаю книги про войну. Мне просто интересно, как все начиналось, кто был виноват, кто был не виноват в этой ситуации. И про создание России – такие книги читаю. Из числа участников мероприятия нашлись ребята, которые с удовольствием прочитали стихотворения о родине. Детям понравился подготовленный для них праздник, и многие из них наверняка станут постоянными читателями библиотеки. Немало нареканий жителей 3Б микрорайона вызвали гаражи, установленные на муниципальной территории. Собственникам необходимо демонтировать боксы с территории общего пользования. Строительная площадка на улице Владимирской, 150, тоже стала предметом возмущения граждан. В присутствии представителей общественности, специалистов управления муниципального контроля, рабочие предприятия КАП «Строй-В» на ограждении стройплощадки повесили паспорт объекта. Территория общественного пользования засыпана грунтом. По соседству две строительные площадки на улице Владимирской, 148 и 150. Кто высыпал землю, неизвестно. Возмущенные жители, увидев выезжающие со стройплощадки машины с грунтом, не дали технике проехать. Вот землю вывозят на муниципальную землю, вот вагончики вывезли, непонятно откуда какие. Там гаражи металлические поставили, детки по этим вагончикам по крышам лазят, детки могут упасть, ноги поломать, покалечиться и так далее и тому подобное. Гаражи возле дома номер 175 на улице Ленина установлены незаконно. Владельцам некапитальных конструкций необходимо до 15 июня демонтировать боксы с муниципального земельного участка. В противном случае, если владельцы не уберут нелегальные конструкции в установленный срок, гаражи будут демонтированы силами администрации и вывезены на специально организованную площадку для хранения. Борьба с незаконными такси и нелегальными экскурсионными фирмами, а также транспортная ситуация на курорте в период летнего сезона стали главными темами совещания, которое сегодня прошло в администрации Анапы. В совещании приняли участие заместители главы города-курорта Владимир Забыра и Людмила Мурашова, заместитель руководителя департамента транспорта Краснодарского края Александр Язловецкий и другие официальные лица. Первым вопросом обсудили недавнюю проблему с пассажирами, которые купили единый билет в Крым. Но из-за шторма движение паромов отменили и они оказались заложниками ситуации. Их пришлось временно расселять поздравницам в ожидании, когда снова будет запущен водный транспорт. Несмотря на ряд сложностей, вопрос решить удалось. Однако сейчас июнь, в июле и августе пассажиропоток значительно вырастет, а здравницы будут наполнены на 100%. Поэтому было принято решение составить дорожную карту, где будет разработан полный алгоритм действий в случае повтора ситуации в пик сезона. Мы должны реально понимать, сколько на территории Анапы можно найти палаты в течение двух часов, где искать биотуалеты и как организовывать питание, чтобы мы могли оперативно из края подключиться по данному вопросу. Следующим вопросом стало противодействие нелегальным такси и экскурсионным фирмам-однодневкам, работающим без документов и медосмотров, наносящим вред репутацию курорта и подвергающим жизнь клиентов опасности. Представители краевой администрации отметили, что в Анапе работа в этом направлении проходит достаточно эффективно. Сформированы группы, в состав которой входят сотрудники ГИБДД и администрации. На сегодняшний день в Анапе уже такси более-менее нормализовалось. Сотрудники наши работали в аэропорту и на вокзале нелегальных такси практически нет. Ну, так забегают. Но не надо расслабляться, они в любом случае появятся. Помощь в выявлении нелегалов готовы оказать представители Ассоциации туристско-экскурсионных фирм Анапы. Еще один острый вопрос – борьба с джиппингами и квадроциклами на нашем курорте также находится в прицеле внимания власти. С утра и до позднего вечера работают мобильные группы, состав которой входят представители ГИБДД, ДПС, администрации, муниципального контроля. Результаты подводят ежедневно и докладывают главе курорта Сергею Сергееву, который держит этот вопрос на личном контроле. Хуторской фельдшерско-акушерский пункт хоть зимой, хоть летом не пустует никогда. Это своеобразный центр мироздания. Сюда и за советом, и за поддержкой, и за здоровьем. Заслуженный работник здравоохранения Лидия Ивановна Ковалева, несмотря на свои 75, лихо разъезжает по хутору на велосипеде. Про женский возраст, конечно, не принято вслух, но в данной истории в качестве яркого примера для подражания очень показательно. Заведующая фельдшерским пунктом практикует с 20 лет, и энергии ее, и желанию работать можно только позавидовать. Я без работы не могу. Это, наверное, или призвание мое, или еще что-то. Вот не могу. Я уходила. Уходила в защиту, ухаживала за бабушками. Где-то что-то. Потом все равно вернулась сюда. К веселой, доброй, улыбчивой и, самое главное, очень опытной и мудрой, идут и местные, и со всех окрестных хуторов и дач едут. В день меньше 10 пациентов никогда не бывает. Заходят в священный храм здоровья, как и положено в любом сельском доме, обувь снимают. Мария Николаевна забежала давленица померить. Козу доила, что-то неладно себя почувствовала. При этом на вопрос, как ваш фельдшер, бодро рапортовала. Замечательно. Мы об этом фельдшере, когда она уходила, потом мы ее требовали, всем в поселок уходили. И она у нас вообще всех заменяет. И врачей, и медсестер, и всех на свете. Мы как за каменной стеной, за Людмила Ивановна. Не успела уйти одна пациентка, приехала мама с ребенком. Пришла пора взвешиваться. Сегодня ребенку три месяца. Обычная, вроде бы, работа, взвешивание, замеры. Но в каждом движении и сестринская, и материнская забота. И просто человеческая теплота. Здесь, на хуторе, где все тебя знают, притвориться не удастся, даже если бы захотел. Лидия Ивановна даже график своей работы выстраивает так, чтобы был он удобен людям. Я здесь с 7.30. Я делаю человеку, назначила доктора лекарства, я ему делаю лекарство, он на автобус и поехал на работу. Они успевают у меня, даже процедуру, вот из-за этого мы работаем рано. Вот до 11 на приеме, с 11 до 2 у нас работа на участке. Процедура на дому, вызова взрослые, вызова детские. Патронажи. Ее приветливо встречают в любом хуторском доме. Доверяют ей своих малышей и простые житейские заботы. Стараются чаем напоить, угостить, но хоть какой-то малостью выразить свою искреннюю благодарность. В 20 лет, окончив фельдшерские курсы в Талды-Кургане, она сразу попала на должность исполняющего обязанности участкового терапевта. Оттуда и опыта набралась. На Красном Кургане с 1978 года. Давно уже всем родной человек. Профессионал своего дела, конечно. И вообще, молодец, умничка, внимательная. Сама приходит, приезжает на велосипеде. Ну, то есть, все хорошо у нас. Мы даже как бы и даже не переживаем, потому что у нас есть такой фельдшер. На хуторе Лидии Ивановне пока некому передать свое дело. В новом детском саду она недавно изготовила график прививок на все группы. Справляется. И люди ею очень гордятся, любят и готовятся поздравить с предстоящим днем медицинского работника. Сегодня на железнодорожный вокзал курорта прибыл первый чартерный поезд «Москва-Анапа». Это совместный проект компании «РЖД Тур» и туроператора «Библиоглобус». Гостей на перроне встречали по кубанской традиции с хлебом с солью. Первый чартерный поезд «Анапа» встречала, как и положено, гостеприимной хозяйке. На перрон высыпало более полутысячи пассажиров, из которых 100 человек – представители СМИ и турагентств. На протяжении всего пути в поезде для детей и взрослых работала анимация, поэтому скучать никому не пришлось. Очень хороший поезд, чистый, современный. Аниматоры просто восхитительно порадовали. Делали представление, устроили. Нам намекали, что будет здорово и интересно, но мы знали, что так будет красиво, что наше русское сердце забьется в предвкушении всего самого лучшего, что ждет здесь в Анатолии. Новый турпродукт уже пользуется популярностью у российских туристов. Места продаются в составе пакетных туров, куда кроме перевозки входит проживание, трансфер, медицинская страховка, что позволяет экономить и время, и деньги. Это первый в России полный турпакет на базе железнодорожной перевозки. Одно из самых основных отличий, что туристы могут купить в начале сезона себе турпакет. Если на поезд открывается продажа за 45 суток, то за 45 суток я прижеду, куплю билеты туда, потом, соответственно, отчитаю, там 7-10 ночей приду, куплю билеты обратно, а здесь я могу в январе купить полный турпакет на август, например. Чартерные поезда будут покидать перрон Казанского вокзала Москвы каждые 4 дня. Поезд состоит из 12 современных вагонов, 6 купейных и 6 плацкартных и вагона ресторана. Вагоны оборудованы экологически чистыми туалетными комплексами и системой кондиционирования. На вокзале в Анапе туристы встречают гиды, которые отвечают за трансфер до отеля. Чартерные поезда будут ходить все лето до 25 августа. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов Тайны Медной горы. В пятницу 12 июня в Анапе облачно, возможно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 22-24, ночью 18-20 градусов тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 21 градус. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайны Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайны Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире.